Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега из Москвы, компания Aves Group, Александр Фроукин, который у нас лучший руководитель инвестиционных компаний 2019 года. И кубок получил, и сейчас мы узнаем, куда он его делал. Александр, приветствуем вас! Добрый день, добрый день, приветствую! Куда вы поставили кубок дома, на работе? Дома, дома стоит красиво, украшает угол. Я понял, поднимает настроение, это здорово. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Александр, я знаю, что у вас есть интересные новости. Мы с вами договорились, что сегодня их обсудим. Народ с нетерпением ждет, так что, пожалуйста, коллеги, слушаем новости Александра, задаем вопросы, обсуждаем. Александр, вам слово, какие у вас новости? Вас не было месяц, наверное, может, даже чуть больше в эфире. Ну, как бы я, коллеги, всегда с этим, наоборот, меня это радует, когда что-то большое происходит, кипит. Вот, так что сейчас мы узнаем, что у нас сварилось после этого кипения. Вам слово, Александр. Да, спасибо большое за слово. Рад быть у вас в эфире вновь. Все коллеги, всем привет. Да, действительно, мы были в больших операционных процессах. Я не раз говорил о том, что год для нас 19-й. Это такой операционный год становления. Много нужно процессов отточить и сделать, чтобы в 20-м году делать большое масштабирование. Как раз-таки вчера на итоговом вебинаре у нас на YouTube, тоже можно посмотреть его, я говорил про это. И было много-много задач за этот месяц и до конца года. Наверное, поделюсь, что у нас будет и сейчас уже есть. Соответственно, какая история? Мы готовим к Новому году полностью ребрендинг рейс-группа. То есть появится новый сайт обновленный, где можно будет и читать новости, и ленту новостей смотреть, следить за какими-то экспертами. Будет и личный инвестиционный калькулятор, и доходности. Можно будет почитать, пообщаться с экспертами, и живой чат. В общем, много такая будет большая платформа, где можно будет проводить время с точки зрения инвестирования и комьюнити комфортно. Мы много проработали моментов, и вот этот сайт полностью выкатываем до Нового года в крутом дизайне, не в то, что сейчас, потому что то, что создавалось, это такая первая стадия становления для того, чтобы понять, что нужно людям, понять, в какую сторону нам двигаться, потому что такая наша стратегия быть гибкими. Вот, соответственно, мы нашли, куда двигаться, и мы делаем полностью ребрендинг. Поменяется и логотип, логотип, опять же, и сам дизайн поменяется. Почему? Потому что с Нового года мы, естественно, выходим на международные рынки во втором-третьем квартале 2020 года. Вот, и, соответственно, будем осваивать это. А в мире есть определенные нормы дизайна, нормы восприятия, нормы восприятия с точки зрения приложения. Ой, сейчас, сейчас, Александр, Александр, вы немножечко. Женей. Он уже практически готов. Нормально? На связи? Да, 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 вернулись. Ага, секундочку у вас не было, ага. Да, все здорово, продолжаем. Вот, это одно базовое такое, видимое, да, обновление, которое все увидят. Я очень буду рад, если вы напишите обратные связи нам на почту, как вам вообще, если где-то даже найдете какие-то недочеты, я буду рад, потому что мы их быстренько исправим. Вот, помимо этого, много времени мы, на самом деле, от своего плана на две недельки отстаем. Но это не страшно, потому что это наш план. Конкурентов мы и так обгоняем. Так вот, юридическую сторону мы сильно перелопатили, сделали много вещей. Одно из таких базовых, наверное, очень видимых сторон для клиента, особенно для наших партнеров, много партнерских проектов у нас в России и вообще в мире существует. И большинство они функционируют так, что партнеры становятся ИП, какими-то предпринимателями и прочие, платят налоги с дохода, который получают по партнерской программе. Мы же подготовили юридическую базу таким образом, что партнерам не нужно становиться юридическим лицом, они действуют как физики, но при этом получают такие статьи доходов, что они не облагаются налогом. Вот что мы сделали для того, чтобы люди лишний раз оптимизировали свои вот эти вот все налоговые вычеты, так сказать. Вот. Много переделали. До Нового года тоже полностью это все обновление с точки зрения юридических документов будет в новой редакции у нас на сайте. Вот. Естественно, мы помимо этого готовили и платежную систему ко всему этому, чтобы международный рынок был готов, чтобы он был быстрее, комфортнее, естественно, юридически полностью чист и ганя. Вот. Это все тоже готово. И 1 января мы заходим именно с такими штуками. Вот. Ну и разумеется, мы готовили много-много экспертной работы, проводили подготовку, делали экспертов, которые у нас в личном кабинете появятся. Вот. Поэтому я думаю, что мы порадуем началом года. Также у нас до 15-20 экспертов появятся в личном кабинете для диверсификации портфелей. И как раз-таки, Игорь, мы с вами уже очень плотно начинаем эту работу проводить. И я думаю, что и в том числе инвестиции в искусство, конечно же, будут на платформе Aves Group. Да. Будут на платформе. И я бы хотел, чтобы люди действительно, те, кто желает, тот, кто хочет, конечно же, пусть инвестирует спокойно, использует этот инструмент, потому что он имеет место быть. Он есть в мире, значит, он имеет место быть. Вот и все. Вот единственный критерий. То же самое, что и инвестиции в бриллианты. Мы сейчас с Арабских Эмиратов полностью будем поставлять. Причем очень по прозрачной истории, по логистике, по документам и прочее. Кто-то этот рынок очень любит. Кому-то неинтересна биржевая торговля, и это здорово. Ну, почему нет? Мы это предоставляем. Вот. Поэтому такие вещи есть. Поэтому операционный год, я так называю его, он практически завершился. Мы сейчас не спим, но до его завершим. Оттоспимся числа до третьего, спокойно с семьей и все остальное. И потом просто начнем глобальное масштабирование, потому что у нас все готово и к большому маркетингу. Мы провели большую аналитику по рынку. Мы действительно подтверждаем то, что мы первая единая платформа инвестирования. Мы знаем, что делают конкуренты по всем странам. Мы знаем, как там их побеждать, поэтому провели много-много работ. Вот. Наверное, это если супер вкратце. Есть, конечно, такие приятные штуки, которые у нас запущены с 1 января. Это, например, промоушен наших партнеров, когда мы в марте поедем все в Азию всем советам партнеров отдыхать, веселиться и прокачивать свои навыки именно в партнерской программе. Но это отдельная, наверное, история. Я, если будут вопросы, наверное, расскажу. Вот. Если вкратце, наверное, вот так сумбурно я рассказал наши новости. Конечно же, куча еще мелочей, но это основные блоги, которые хотелось бы рассказать. Вот так. Я понял вас. Спасибо, Александр, что вы нам все это рассказали. То есть, если мы 2-3 января открываем ваш сайт и заходим внутрь, то мы уже увидим там много нового интересного. Да. Уже появятся эксперты новые. Там 2-3 точно появятся к 1-2-3 января. Вот. И, соответственно, будет обновленный дизайн. Будет статистика другая, интересная. Но побольше ее будет. Ну, в общем, много таких приятных фишечек. Я понял вас. Здорово, здорово. Александр, из того, что я услышал, сразу, естественно, я думаю, многие на это обратили внимание. Это улучшенный налоговый режим. Вот как бы то, что человеку не надо нигде регистрироваться. Я даже не могу представить, каким образом можно получить партнерские деньги нашим участникам и не платить с этого налоги. Это коммерческая тайна или это можно приоткрыть завесу? Узнаете, как облагается или не облагается налогом кэшбэк любой дебетовой карты банка. И ответ... Ну, то есть, я общался со всеми банковскими ключевыми игроками. Они не облагаются налогом. Вот эти кэшбэк, это по словам, естественно, банка и подтверждается бухгалтерией. Соответственно, у нас аналогичная система, как мы это выплачиваем. Я понял. То есть, кэшбэк это рассматривается не как доход, а как возмещение убытка? Нет, это как некая скидка, скидка и распределение скидки партнерской по программе лояльности. Получается, и партнер просто получает по программе лояльности за осуществление продаж. Вот и все. Я понял. То есть, это как скидка, как дисконт на какую-то... Да, некий дисконт, да. То есть, по факту, чуть-чуть модель юридически, не юридически, а бухгалтерски по назначению поменяется, грубо говоря. Но для клиента это одно и то же. И главное, чтобы он получал прибыль, в принципе, и все. Ему для этого был максимально профиль. Я понял. Я как бы не скажу, что я прямо всю понял схему, но главное, чтобы вы понимали, а мы-то разберемся. Главное, что у меня бухгалтерия понимала, юридический отдел. Если они дали отмашку вперед, то все, вопрос решен. Я понял вас. Ясненько. Александр, по картинам, по инвестициям в искусство, у вас как это будет работать? Допустим, какой-то пул, номинальный счет, боевой фонд или в каком варианте это будет работать? Да, это будет работать строго по номинальному счету. Кооперативная история, которую мы начали знакомиться с вами, она так и остается. Мы не ушли от нее. То есть в том плане она и работает во вкладах и в инвестициях в строительство. И я говорил о том, что она у нас на первом этапе для того, чтобы потоки денежные просто начать принимать, грубо говоря, юридическую основу готовить. Это, в принципе, и доказали. Вот, соответственно, с номинальными счетами будем работать по искусству. Ситуация простая. Не все люди могут, к примеру, если стоит какая-то единица товара инвестиционного, так назовем ее, стоит условно, пусть будет 300 тысяч рублей. Не у всех есть, как у наших клиентов, условно 300 тысяч рублей. Ну, у нас разные клиенты есть. У кого-то и 5 миллионов есть, а у кого-то есть всего 10 тысяч рублей. И, соответственно, ситуация простая. Сделать доступными всем инвестициям. Соответственно, мы назначим просто минимальную цену, минимальный вход, так называемый, на определенный лот. И эти суммы будут отправляться разными суммами. Когда пул достигает определенной суммы, которая заявлена инвестиционным экспертом, эта сумма будет по контракту с номинального счета отправляться на счет человека либо компании, которая осуществляет инвестиционную деятельность. Соответственно, в данном случае искусство. Все. С этого момента договор начинает принимать силу о том, что мы инвестировали деньги. Процесс пошел. Соответственно, дальше идет инвестиционная деятельность. Как только, соответственно, она произошла, все успешно, деньги получены, прибыль получена. Деньги отправляются обратно на номинальный счет. Не куда-то нам, не кому-то в карман. А на номинальный счет. Он контролируется строго банком. Сейчас он контролируется, наши счета Альфа-банком контролируются. Соответственно, отправляются туда, они видят по контракту, что пришла прибыль по договору о инвестиционной деятельности. И прибыль отправляется всем людям в соответствии с процентным внесением денег, которые есть. Одна из вариаций ПАМа получается. Да, на самом деле ПАМ – это просто в трейдинге, да, очень удачная модель. Она используется много где, такая история. Поэтому вот так вот мы и будем действовать по многим, на самом деле, инструментам, в том числе и искусствам. Я понял. Ну вот когда можно ожидать открытия номинального счета по поводу инвестиций в искусство? Когда это будет? У меня буквально на этой неделе и завтра еще встреча с представителями банка. Мы проговорим все технические моменты. Просто у банка есть тоже определенные запросы, какие, например, с какой кнопочки, куда нажимают, какой путь клиента, чтобы не было никаких недопониманий. В этом плане, чтобы люди просто не все понимают, на самом деле это дико строго. То есть если вдруг мы отклоняемся от технического задания, и у нас клиент идет на какую-то другую страницу, не нашу, либо еще что-то, банк может очень сильно нас наказать. Поэтому мы сейчас согласовываем вот эти моменты, и я, наверное, дам отмашку, послезавтра мы поймем, что нам ответит Альфа, и начинаем. Я думаю, что спокойно номинальные счета начнут функционировать хорошо, конечно же, с Нового года, потому что мы просто не успеем, естественно, технически. Альфа отдыхает с 2 по 8, с 1 по 8, значит где-то после 9 января это будет реальность. Да, я думаю, что как раз мы это будем все делать. Здорово, здорово. Ну, естественно, Ютроид ТВ будет рад пиарить этот номинальный счет на инвестиции в искусство. Еще раз, коллеги, обращаю ваше внимание, что номинальные счета позволяют тратить деньги только по заявленному направлению работы номинального счета. То есть снять деньги на пиво с этого счета невозможно. Нельзя, нельзя. Тем более, зная Альфа-банк, там, наверное, особенно так жестко будет. Ну, конечно, отлично. То есть вот эта тема, знаете, что сейчас соберут деньги, украдут и скроются, она уходит практически, ну, то есть я даже не знаю, как можно упасть деньги с номинального счета. Во всяком случае, никогда об этом не слышал. Я понял вас. Александр, спасибо большое за ваш рассказ. Скажите, пожалуйста, как идет привлечение клиентов сейчас под эту деятельность? Народ в связи с Новым годом совсем остановился? Или все-таки потихонечку наборов где-то идет? А я скажу, у нас там до Нового года определенные акции. Мы же в маркете чуть-чуть изучаем и знаем, и готовились к нему. Вот, у нас сейчас идет как раз-таки завершающая акция по покупке лицензии на нашу платформу. А вот как раз-таки с Нового года то, что запущен промоушен, привлечение клиентов будет массовым, прям максимально массовым. Вопрос, как привлекать строго по партнерской программе сейчас. Мы не используем вообще никакого маркетинга. Я говорил на итоговом вебинаре тоже, да, что заметили. У нас нет ни пиар-компаний, у нас нет никаких коллабораций, как и с крупными компаниями. У нас нет даже репутационной работы по восстановлению репутации в сети, в том плане, что мы не работаем по SEO сейчас даже сильно. Какие-то отзывы написаны людьми, которые совсем не понимают нашего бизнес-процесса, да, и анонимы, которые не выходят на связь и не могут встретиться с нами в Москве. Я лично некоторым писал и говорю, давайте, ребят, встретимся, вы аргументируете каждое действие. К сожалению, они только могут за экраном что-то писать, а лично, к сожалению, не могут увидеться. Вот, и вот эти все вещи мы, конечно же, запускаем только с Нового года. Мы готовились сильно, я говорил, что мы готовы к масштабированию, и вот сейчас очень сильно будет запущен и маркетинг, и партнерская программа будет максимально. Что касается конкретно направления инвестиций в искусство, вообще, в принципе, мы всегда наших клиентов акцентируем только на диверсификацию портфеля. То есть ситуация простая. Любой партнер, который видится сегодня с каким-то клиентом, у которого, к примеру, деньги только в мировой бирже, он всегда говорит о том, что, уважаемый, пожалуйста, давай-ка мы еще куда-нибудь денег раскидаем. Давай, пожалуйста, мы просто диверсифицируем хотя бы маленько, хотя бы чуть-чуть сюда-сюда-сюда. То есть мы никогда не лоббируем конкретно определенное направление, мы лоббируем полностью диверсификацию. Почему? Да потому что она единственная, единственный показатель диверсификации, который показал себя в долгосроке. Все, это единственное, что сэкономило кучу денег клиентам и инвесторам на протяжении многих лет. Конечно же, в рынке там в определенных сегментах можно по-разному говорить про разные риски и долгосрок, но с точки зрения портфеля всегда диверсификация играла на руку, поэтому мы это говорим, конечно же. Ну и привлекаем на новые направления тоже. Я понял вас, Александр, спасибо большое. Такой вопрос. Технологически все уже готово, программисты готовы все это вставлять номинальные счета в систему, чтобы кнопочки нажимались и так далее. А там все просто, да, там в личном кабинете видно просто эксперта, человек выбирает направление, нажимает оплатить, у него вылетает договор, он его подписывает в онлайне, отправляет сумму с карты и это уходит на номинальный счет. Никуда он не выходит, с сайта не выходит, ничего не делает, он на месте находится. Я понял. То есть как только у вас в январе появляются номинальные счета, уже окончательно зарегистрированы, все, вы просто подключаете вот сами кнопочки к номинальным счетам и все начинается работать. Да. То есть технологическая часть, она решена как бы и... Абсолютно верно. Понятно. Замечательно, это новое направление. Я вот, кстати, пытаюсь вспомнить, у кого такая система закрытая, замкнутая на номинальных счетах есть. И, ну, может быть, я не очень, конечно, глубоко изучал тему, но тоже кручусь же в этой среде, на тусовках. Вот я даже не помню, чтобы привести аналоги. Вы изучали рынок конкурентов гораздо более подробно, естественно. Есть ли подобные, не надо их называть, но есть ли подобные реализации сейчас? Ну, именно по номинальным счетам видел. Большинство представлено в краудфандинге, в обычном, да, в классическом, что набирают на какой-то определенный счет, либо отправляют там человеку. Это как раз-таки народное финансирование, инвестирование. Есть один проект, который использует номинальные счета, но у них буквально представлено, у них представлено только инвестиции в бизнес и буквально 3-4 проекта. Они на стадии, то есть, становления определенного, что некий агрегатор, куда можно инвестировать. Там используются номиналки, да. Типа венчурки. В бизнес это типа венчурки? Ну, бизнес, он, конечно, делится на многие. Венчур это все-таки, когда на этапе идеи, да, там у нас с вами есть идея, да, давайте нам кучу денег, и это, к сожалению, или к счастью, это большие пулы денег. Инвестиции в бизнес, там, в принципе, либо нужно масштабирование, либо какая-то франшизная история, либо просто долевого участия, что необходимо какой-то период пережить. Ну, в общем, определенные вещи у каждой стадии бизнеса. Вот, это там такое, вот там такое. Работающий бизнес у них, да? Да, да, работающий, абсолютно верно. Ясно, Александр, поняли вас. Ну, что, спасибо вам огромное за этот рассказ, очень интересно, так что с огромным интересом ждем в январе, когда все эти проекты будут в полном масштабе запущены. С удовольствием будем с вами работать. Ну, а вам желаем всего самого наилучшего, к Новому году, и чтобы Дед Мороз привез вам очень успешный год 2020. Спасибо, спасибо. Мы будем стараться. Всего доброго. До свидания. До свидания.